Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Вабонгеймс. Я частенько читаю в своих комментариях, что у многих из вас не всегда получается забивать шайбы в НХЛ-19. Сегодня я покажу вам три самых верных способа забивать голы в новой игре. Также хочу напомнить, что ролик создан при поддержке букмекерской конторы 1xbet, где самые высокие коэффициенты и, соответственно, самые большие выигрыши. Ссылка на 1xbet в описании. Начнем мы с самого простого и при этом самого эффективного способа – прострельная передача. Забивать подобные шайбы можно было еще в ретро-частях серии НХЛ, и многие игроки с опытом не стесняются пользоваться этим способом. Да и в реальном хоккее такие голы не редкость. Лично я вчера сам отдал голевую передачу своему партнеру на дальнюю штангу, и тот смог легко поразить ворота. Главное помните, что лучше замыкать подобные передачи игроком с так называемым удобным хватом. То есть если передача направо, то игрок должен быть с левым хватом. И наоборот. Но даже если игрок оказался с неудобной стороны, то в НХЛ-19 это не всегда может быть проблемой. Если честно, в этом году я бы предпочел выходу 1x1 больше возможностей для прострела, так как способ самый верный. Что же касательно выходов раз в раз, многие из тех, кто тестил игру на стадии бета, обратили внимание на то, что в новом режиме World of Chill очень часто проходит один и тот же гол. Когда нападающий одним движением перекладывает шайбу на неудобную руку, причем эта оттяжка должна быть как можно глубже, чтобы голкипер сам поверил в бросок с бэкханда, и после спокойно отпускаем правый стик и бросаем в свободный угол. Если же хотите сделать то же самое, но только с неудобной стороны крюка, то зеркалим комбинацию. Ну и третий способ это гол с отскока. Этот способ стал более эффективным, чем в прошлые годы. И опять же, это очень похоже на реальный хоккей. Особенно, когда шайба посылается низом в направлении ворот. Ваши игроки стремятся набегать в расчете на этот отскок, и в НХЛ-19 он частенько бывает удачным, но только не для вашего соперника. Также шайба может отскочить и от ног полевых игроков, так что пользуйтесь трафиком у ворот, и не всегда надежной игрой голкиперов. Плюс подобные голы могут очень сильно раздражать ваших сопов, и они будут чаще выходить из матчей. Есть еще один хороший способ, это бросок в дальний угол. Если игрок праворукий, и вы делаете движение слева направо, то вратарь тоже передвигается и оставляет неприкрытую левую часть ворот. Ну и также можно зеркалить эту комбинацию. Тут необходимо научиться хорошо целиться, и желательно, чтобы в открытом углу у вратаря был блин, а не ловушка. Это самые эффективные способы для взятия ворот. Ближние девятки в этом сезоне проходят намного реже, а вантаймер от синей линии игроками почти не используется. Так что желаю вам удачи во время игр, и надеюсь, мои советы помогут вам забивать больше и чаще выигрывать. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на все соцсети. Спасибо за просмотр и пока.